Ребят, всем привет! Мы сегодня едем в город с Тимошкой. Привет! Привет! Может опомнит, у Тимошки на ладошке выпрыгнула бородавка. Мы с ней боролись, боролись, и ездили, и советовались, и к врачу ходили. Ничего нам не помогло. Но едем обратно к дерматологу на консультации, потому что нам сказали, езжайте в косметологический салон и за свой счет удаляйте. Причину так никто не назвал. Лечения никакого не было. Почему? Бывает такое, нам сказали. Выпрыгиваю. А почему выпрыгиваю? Что сделалось? И так дальше. Может, кто из вас имел такие, как бы, не проблемы, а вот сталкивался с такими ситуациями. Отпишитесь нам, пожалуйста, в WhatsApp или где-нибудь в маякните, или на телефончик позвоните. Вот, потому что, как сегодня я еду воевать с дерматологом, пускай нам назначают лечение и узнают, почему нужно причину убрать, а не просто взять и удалить. Ну, пусть следующее выпрыгивает, и следующее удалим. Еще одно выпрыгивает. И так, что? В общем, едем сейчас к дерматологу, мы записали. А потом еще очень много есть работы сегодня. Так что мы сегодня вдвоем с Темкой, чисто мужской компанией. Кстати, Анютка хорошо добралась до Новосибирска, ее встретили. В общем, она там сейчас в гостях. В общем, вернулись мы уже с поликлиники, это в Дзержинске. Были мы на приеме у дерматолога. Сказали, это вирусная бородавка, и нужно удалять. Потому что, если не удалять, они будут распространяться. Возникает, через, ну, бытовым путем заражение происходит. Как именно происходит, непонятно. Сказали, может быть приснижен, может быть, при сниженном иммунитете. Толком так ничего не понятно. Но сказали точно, что нужно удалять. Бесплатных удалений нету. Нужен центр косметологии, дали данные. Ехать туда и платно это все удалять. Так что сейчас проконсультируюсь я с Танюшей, и если что, поедем удалять. А если нет, ну, в любом случае мы туда съездим, узнать хоть, сколько это стоит, чтобы деньги собирать. Потому что я думаю, что это не 200 рублей. Ладно, поехали. Время обеда. С Тимошкой взяли, я себе взял мясо с овощами. Он себе взял плов. Приятного, сыночка? Танюша попросила в Боцман зайти. Купить одну штучку. Сейчас покажу вам. Купили в Боцмане вот такого вот красавца или красавицу воблера. Будем ловить хищника в озерах и в реке. Танюша попросила такого малютку взять. Это трехграммовый он. Буквально 3 сантиметра в длину и полтора в толщину. Прикольненький. Идем мы в областной центр врачебной косметологии на Фурье. Сейчас будем консультироваться по поводу бородавки на ладошке. Сейчас все узнаем. Все сделали нам. Мы попали на первичный прием. Тут все по записи, но получается, что там была свободная кошка. Нас приняли, прижгли азотом. Ну и еще повторный прием у нас будет. Так что мы успешно поборолись с этим. Ну а стоимость здесь получается от 150 рублей бородавка. Это так и оцены на всякий случай, кому интересно. И 400 рублей первичный прием. 200 рублей вторичный, то есть последующий. Ну как-то так. Это приемлемо, это нормально. Я думал тут деньги такие будут. Приехали на консультацию. Получилось, что и первый шаг уже сделали. В общем, классно. Были мы с Тимой в центре Бубновска. Вот едем уже назад. Пообщались мы и с врачом пообщались. И на рецепшене там порешали вопросы. В общем, планируем. Ну это, наверное, с сентября, когда будем возить ребят на кружки. Планируем пройти курс Тёмки. Вот, чтобы посмотрели его спину. Там есть чуть-чуть некоторые проблемы, которые нужно решить. Но это так, поверхностно нам все, ничего не запущено. То есть, ну, то, что мы дома занимаемся, это очень-очень хорошо. Но плюс нужно еще некоторые нюансы. Подучиться, так сказать. Я доволен. Ты доволен? Да. Пришли мы с Тёмкой в ленту. Он тут набрал картон о себе. Говорит, нам домик надо. Да? Или куда? На крыше. Там все было заброшено. Мы там когда-то все построили, там все. Пыли было. Мы там все прибрали. Зато там пыли. Картон положили чистый. Ковер положили. Ну, покажете же. Да. И я туда даже кран делаю с ходой. Классно. Ну вот это мы зашли в ленту. Тут чуть-чуть скупится. Тимофей сразу нагреб картона. Говорит, мне надо. Ну, говорю, надо так бери. Говорю Тёмке, отвезешь тележку, заработаешь себе 5 рублей. Он говорит, ну хорошо, я бы и так мог отвезти. Но пойду. Пошел. Почему я так сказал? Потому что, может, кто не знает, у кого в городе или там в населенном пункте ленты нету, или кто не был знаком, или кто, как это правильно сказать, кто не знаком с магазином ленты, то там тележку не возьмешь, если ты не положишь... То есть, если вот этот вот замочек, ты не поставишь 5 или 10 рублей. Потом, получается, замочек открывается, и ты можешь взять тележку от всего полностью состава. То есть, они стоят друг за другом. Ты подходишь, 5 рублей, щелк, замочек открылся, ты тележку взял и катаешься, складываешь. А потом или оставишь, и тот, кто охранник, или кто-то смотрит за территорией, забирает тележку, отвозит за тебя и забирает эти деньги себе. Или же ты сам отвозишь. Ну, это чтобы не бросали, наверное, это моё личное мнение, чтобы не бросали тележки везде. А всё-таки же деньги есть деньги. Вот. Или кто привозит, то тот себе как бы зарабатывает этим. Вот. И я говорю, Тёме, отвезёшь, защелкнешь назад замок, 5 рублей заберёшь. Вот, пошёл. Заскочили мы с Тёмой в город Мастеров. Сейчас тут нужно купить несколько уголков для вытяжки. Ну, в этом подполье будем покупать. Потому что нужно хорошую вытяжку сделать, чтобы шашками не топить. С ерными там. А лучше сделать классную вентиляцию. Всё, мы почти приехали домой. По моим расчётам всё правильно. По твоим расчётам всё правильно? Да, я как раз предполагала, что вы приедете примерно в 7. Да, с 7 часов вечера. Но ты рад, да, что мы приехали? Да, рад. А я рад, что я как-то надо. Всё, ребята, на этом можно сказать, что наше видео закончено. Впереди нас ждут вон дожди. Как раз и оттуда грозовой фронт идёт. Мы сейчас приезжаем и заканчиваем наше видео. Всё тогда? Да. Пока-пока. Пока. 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 Пока.